Бугенвилле – уход в домашних условиях и разнообразие видов. В далеком 1768 году французская экспедиция в войсках новых земель привезла из Южной Бразилии несколько сортов бугенвиллей. Своё название она унаследовала в честь мореплавателя Л. Бугенвилля, привезшего растения в Европу вместе с ботаником Ф. Коммерсоном. Происхождение и внешний вид бугенвиллей. Буэйнвиллея – вьющаяся лиана, цветущая круглый год. Её прародина – Южная Америка, где она растёт повсюду в виде кустарников или деревьев и плетётся, цепляясь за всё нечастыми, но остроконечными шипами на ветках длиной до 5 метров и более привлекает внимание разнообразием видов. Бугенвиллея – в естественных условиях декоративность ли они придают прицветники от белого и розового до красного, пурпурного и даже фиолетового цвета. Бугенвиллея – уход и содержание в квартире, который привлекает любителей экзотики, позволяет регулировать высоту куста систематической подрезкой. Особенно нравится она возможностью сочетания разнообразных цветов, что позволяет формировать удивительные композиции. Один из примечательных сортов – бугенвиллея и дабл-голд. Описание бугенвиллея – лист растения овальной или ей цветной формы с устрым либо гладкоровным кончиком. Оттенок с цельной стороны отличается от внутреннего по цвету. Реже встречается и пёстрая листва. На ветке располагаются поочерёдно. Цветы ульяна в виде трубочек, собранных в соцветия кисти. Они малопривлекательны и быстро отцветающие. Цветок бугенвиллея своим великолепием больше обязан прицветникам, окрашенным броской и поражающим разнообразием формы и размеров 3-10 см. Соцветия бугенвиллея и формы прицветников – округленные, сагитальные, сердцеобразные, треугольные. В странах с климатом аналогичным бразильскому бугенвиллея популярна своей декоративностью и круглогодичным цветением. Ей украшают частные домовладения, территории отелей, садов и парков. Дизайнеры широко используют её для придания великолепия ландшафту. Виды и сорта бугенвиллея – тропическая красавица относится к семейству нектагенов – вечно зелёных растений. Насчитывает до 20 видов и большое количество селекционных сортов, отличающихся цветом листва и прицветников, размером самого растения. Бразильские виды – трекоренные бразильянки благодаря селекции дали рождения новым сортам, описанным ниже. Голая либо гладкая бугенвиллея глобра славится голым стеблем с умеренным количеством шипов. 15-сантиметровые листья в виде овала с острым концом густого зелёного цвета с блеском. Прицветники белого, яркого, жёлтого, мандаринового цвета с белой малиной лилового оттенка. Дает обильный соцветий за длительный период. Гладкая бугенвиллея глобра любит сухие каменистые почвы. Ей можно придать любую форму «Т». К обрезку переносит спокойно. Первое описание датировано 1850 года. И принадлежит ботанику их Швейцарии Жаку Дэйнишу Ази. Прекрасная бугенвиллея спектабелис древовидная лиана, тянущаяся до 15 метров при помощи ответвлений и шипов. Служит украшением для пергол, навесов, стен. Бархатистые листья по форме напоминающие сердце. С середины весны до середины октября формируют метильчатые соцветия. Прицветники нежно-розовые цвета сиренели ярко-красные становятся бледными в период увядания. Её родина – бразильские тропики и каменистые склоны. Прекрасная бугенвиллея спектабелис перуанская бугенвиллея – это разновидность, которая не склонна к ветвистости и для придания аккуратной пышной формы и требуется систематическая обрезка и корректировка. Листва гладкая, имеют удлиненную форму. Нежно-розовые или темно-красные прицветники. Перуанку впервые обнаружил путешественник и натуралист из Германии Александр фон Гумбольт в 1810 году. Три сорта из природной коллекции, склеящаясь, дают жизнь новому удивительным по форме и цвету прицветников и листьев растениям. Гибридные сорта бугенвиллея – бугенвиллея бут – гибрид голой перуанской, созданной природой. Он появился в собственном саду города Картахена у сеньоры бут и послужил основой для появления новых сортов этого растения. Гибридное разнообразие в композиции из нескольких цветов гибридоспектабели сапировано крепкие кустовые сорта с бутылочно-зеленого цвета гладкой листвой. Прицветники цвета меди постепенно приобретают оттенок от розового до пурпура. За год цветение повторяется несколько раз. Бугенвиллея сандриана неприхотливо. Цветение отличается обильностью и пышностью прицветников фиолетового цвета. Легко поддается обрезке и удобен как вариант для домашнего разведения. Узнать, какие бывают оттенки прицветников, можно из таблицы ниже – гибридный сорт золота Калифорнии и махровые разновидности. Большой популярностью у ценителей этого растения славятся махровые сорта бугенвиллей. Их соцветия восхищают пышностью и разнообразием цветовой гаммы – нежно-белой, насыщенной лососевой, спокойной фиолетовой, пурпурной и другие оттенки. Например, красно-малиновая дабл-ритния теряет своей яркости во время всего периода цветения. Дабл-пинк – это сорт, обладающий более нежным тоном, а прицветники у основания окрашены зелеными красками. Сорта, меняющие цвет, селективные сорта бугенвиллей способны менять цвет в период цветения – буа-де-роз, буа-де-роузес – в начальной. Стадии цветения природа дала и оранжевый тон прилистников. Постепенно они превращаются в насыщенно-разовый цвет. Тайское золото, тай-голд и золотисто-оранжевого постепенно увядают, превращаются в румяно-разовый куст. Двуцветные сорта, двухцветия сортов с науком малти и строберри бело-розового буйства можно сравнить с клубникой и со сливками. В строберри переводе означает «клубника». У сорта Мэри Палмер на более нежном фоне белых прицветников выделяются штрихи лавандового и лилового оттенков. На фоне перстной зелени с золотым налетом бугенвилле и Сан-Диего Ретвориего – это ярко-красные прицветники, словно пламя приковывает взгляд. Двуцветные сорта имеют видоизмененные листья двух разных оттенков прицветники бугенвилле и дельта-рассвет – золотистые или тепло-розовые. С коралловым отливом в окружении сизой зеленой с белым кантом листвы отливают золотом на солнце. Оранжевый лед – этот сорт удивляет не только яркостью оранжевых прицветников, но и пестротой листвой. Сорта для бонсай Человек всегда пытается усовершенствовать мир, который его окружает. Бонсай – это японское искусство и результат раких изменений. Селекционеры не оставили без внимания бугенвиллею. Комнатный сорт Александра Компактиной позволяет создавать оригинальные композиции. При посадке в открытый грунт надо помнить о том, что данный сорт не переносит понижение температур более минус 8 градусов Цельсия. Бутаноссор, который способен перенести любую коррекцию. Ему можно придать любую форму, все зависит от фантазии создателя волшебного сада. Главное – соблюсти правила агротехники. Бугенвилле охотно поддается коррекции с помощью обрезки пересадка бугенвиллей после покупки в горшок. Только что приобретенное растение нуждается в пересадке. Для этого необходимо подобрать горшок с дренажными отверстиями для свободного поступления кислорода корням. Внутрь засыпать дренаж. Корни, которые будут врастать в дренаж, керамзит, пенопласт, мохт, мелкие камушки, можно будет удалять. Во время полива вода не будет застаиваться, если излишки нужно удалять через 20-30 минут после полива. Важно! Размер горшка нужно подобрать в соответствии с размером корневища, но не более. Пошаговый процесс посадки на дно соответствующего по размеру горшка засыпается дренаж. После перевалки добавить рыхлую землю, насыщенную полезными компонентами. Хорошим грунтом служит смесь терновая земля 2 части, листовая земля 2 часа. Перегну 1 час, песок 1 час. Важно! При пересадке растения нужно стараться не повредить земляной комты. Корневая система очень нежная. В квартире пересаживать цветок лучше через 2 года, увеличивая размер горшка. Бугенвилли любит солнышко. Опрыскивание должно проводиться в жаркие дни, но в первой половине суток. Необходимы частые поливы теплой отстойной водой. Размножение лианы. Существует несколько способов размножения бугенвиллии. Посадка семенами, разведение черенками и укоренение отводок. При посеве семенами лучший результат достигается самой природой. В домашних условиях приходится ждать всходов несколько месяцев. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы. В период обрезки растения черенки можно укоренить, если оставить на стебле пару почек. Таким образом можно легко размножить растения. Для укоренения лучше использовать побеги, которые еще не одеревенели. Совет. Черенкование и укоренение нужно проводить в весенний сезон. Бугенвиллия, выращивание и уход. Выращивать бугенвиллию комнатную увлекательное занятие. Лиана имеет многообразие расцветок, которые позволяют украсить любой интерьер, искусно сочетая разные цвета. Достаточно неприхотливо бугенвиллия, уход в домашних условиях за ней несложен. Главное соблюдать несколько простых правил, чтобы продуктивно ухаживать за южной красавицей. Обрезка поводится для формирования привлекательного внешнего вида. Необходимо удалять старые ветви. Они могут служить преградой для формирования отростков. В основном на них образуются новые соцветия. Почему не цветет бугенвиллия? Бутоны на растении могут не завязаться по нескольким причинам. Куст не любит сквозняков и перемены места. Полив холодной водой не переносит как следствие, скидывает листву и перестает цвести. Вода для полива используется комнатной температурой и отстоянная. Следить за тем, чтобы не было переизбытка влаги, не загнивала корневая система. Неправильный объем горшка. Размер должен соответствовать объему корневища. При пересадке нужно на пару сантиметров увеличивать объем емкости. От этого будет зависеть процесс цветения бугенвилли. В меньшем горшке растения все силы тратят на образование бутонов. Благоприятные условия. Температура от плюс 25 градусов Цельсия. Солнечная сторона подкормки нужно делать раз в 1-2 недели в любой сезон, кроме зимы. Для повышения цветения в равных дозах можно использовать азот, фосфор и калий. Дозировка указана на упаковке препарата. Самыми страшными заболеваниями в период выращивания бугенвилли считается избыток влаги или засуха. Очень редко она привлекает вредителей. Избавиться от паутинного клеща или мучнистого червеца поможет опрыскивание химическими препаратами. Как растет бугенвилли и сколько, зависит от ухода за ней и от климата. В российском климате продолжительность жизненного периода растения не более 50 лет. Хотя цветок не погибает после этого, но зато прекращает свой рост, его ствол деревенит. Известны оранжерейные представители, достигшие возраста в три десятка лет. Приобрести и вырастить этот цветок полезно для пополнения коллекции дома или украшения сада. Он подарит массу положительных эмоций, ведь это ли она создана самой природой для восхищения.